Вот сегодня мы слышали с вами удивительное Евангелие, которое начинается словами Иисуса Христа. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Одной этой фразы достаточно, чтобы о ней поразмышлять достаточное время. Во-первых, как вы хотите? Давайте спросим каждый себя. Как мы хотели бы, чтобы с нами поступали люди? Наверное, каждый из нас сказал бы, чтобы вокруг меня не было предателей, не было лжецов, не было лицемеров, не было тех, которые обманывают меня, которые пытаются обольстить или, может быть, из меня извлечь какую-то выгоду. Мне бы хотелось, чтобы меня окружали люди добрые, люди, которые были бы отзывчивы на мою просьбу, люди, которые понимали бы мою трудность, мой возраст, мое положение, состояние моего здоровья, все это учитывали бы. И мне было так радостно быть с такими людьми. И вот Христос продолжает эту фразу. Вот так и вы поступайте. Как хотите, чтобы с вами люди поступали, так поступайте и вы с ними. Ибо если вы любите любящих вас, то какая вам зато благодарность, говорит Спаситель? Ведь и грешники любят любящих их. И если добро делаете только тем, кто вам делает добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любят тех, которые им добро делают. И взаймы даете только тем, которые знаете, что отдадут вам. Ведь так же поступают и грешники. И вот здесь Спаситель говорит удивительные слова. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас. Ибо Бог, а вот здесь обратим наше внимание, ибо Бог, Он обращает взоры свои на неправедных и благотворит злым. Он и неправедным, и злым помогает. Ну как это, Господи, несправедливо? Ну ладно праведным помогать. Ну как же заботиться о неправедных и злых? Вот это уже в нашей голове, в нашем сознании не укладывается. Как это? А потому что Он отец всех людей. И у Него все дети. Как родители любят всех детей. И послушных, и непослушных. Я приведу вам один пример. В поезде ехала одна женщина в купе. Купе была веселая. Люди, кто разговаривал, кто один даже на гитаре сыграл. И вот ехали, общались между собой. Кто с курорта возвращался из Сочи после отдыха. Кто еще чем поделился. Одна женщина сидит, сидит себе спокойненько. В косыночке, в окошко смотрит, ни с кем не говорит. Ну все наговорились, дорога дальняя. А потом посмотрели, матушка, что-то вы ни с кем не говорите, вы такая нелюдимая. Откуда едете, с какого курорта? И куда? Она говорит, к сыночку еду. Куда? Да далеко. Ну куда уж, расскажите. Мы вот друг другу так открылись. Купе у нас дружное. Смотрите, мы все общаемся. Вместе чай пьем, вместе тут даже закусываем. Ну расскажите, куда едете? Да мне еще далеко. На Колыму. Куда? На Колыму. А зачем? Да к сыночку. К сыночку? На Колыму? А он случайно у вас не в тюрьме сидит? Сидит. Сидит в тюрьме. И все ж люди, ну, считающие себя праведниками, говорят, а за что? Это за что его посадили-то? И она говорит, за убийство. За убийство? И вы к нему едете, к этому убийце, который достойно несет свой срок заключения? И эта женщина говорит, да, еду. Почему? Что вас движет к этому? Я просто его мама. А мать? Она не спрашивает, что ты сделал, сынок? Что ты сделала, доченька? Она просто любит. И праведников, и оступившихся, и неправедных, и злых, потому что все ее дети. Вот эту любовь Бога по-другому не познать. Он всех людей любит. Мы все его творения. Но мы забыли о том, что у всех нас один Небесный Отец. Если бы люди Земли вспомнили об этом и подняли глаза свои к Небесному Отцу, вот тогда никто бы никого не убивал, вот тогда никто никого бы не обижал, тогда никто бы ни у кого не воровал, тогда никто бы никого не насиловал, не издевался, не смеялся над Ним. Почему? Потому что каждый тогда бы делал так и поступал с ближним, как хотел бы, чтобы поступали с Ним, а как мы хотим, чтобы с нами поступали, но только чтобы по-хорошему. Вот я хочу пожелать всем нам, выйдя из храма, по-хорошему поступать, по-доброму со всеми, даже теми, кто кажется нам злыми и неправедными, ибо Бог благ неблагодарным и злым. Вот это евангельское чтение и заканчивается этими удивительными словами. «Будьте святы, як уже и Отец ваш Небесный свят есть». Тот человек, который умеет прощать и умеет относиться к обидчикам неправедным и даже злым людям, которые буквально могут искорежить всю его жизнь, а он не будет желать им зла, этот человек подобен Богу. Так говорил Феофилак Болгарский. Человек, который умеет сохранять благорасположение к человеку, который творит ему злое, тот, который неправеден и достоин всякого наказания, но он находит в себе силы его простить и еще благотворить или что какое-то доброе дело ему сделать, этот человек Богу подобен, потому что Бог благ к несправедливым и злым. Вы видите, как высоко поднимает нас церковь. Не просто, когда мы приходим в храм, мы поднимаемся по ступенечкам. Сегодня мы были с вами за божественной литургией. Это небо на земле. Это человек, который прикоснулся к небесным храмам. Вот так поют на небе. На земле таких песен не услышишь. Под эти песни не пляшут, телефоны не поднимают и не крутят руками. И не танцуют под эту музыку. Под эту музыку, под это песнопение хочется молчать и плакать. Потому что душа соприкасается с небесным хором, которые поют «Свят, свят, свят Господь Савао». И вот если я это понимаю, то я на службу прихожу совсем с другим чувством. Не отстоять службу, не постоять или встретиться с друзьями, единомышленниками, единоверными, а побыть немножко среди земной суеты и мятежности с Богом ближе к небу. Вот тогда на следующее воскресенье твоя душа снова позовет тебя в Божий храм. И когда ты услышишь здесь слова Господа, Бога, то ты поймешь, что ты не ошибся, ты пришел туда, где звучат словеса Господни, и словеса чистые. Это воистину небесное богослужение, где хоры поют, люди молятся, и Господь говорит с людьми. Вот это и есть Евангелие, которое звучит во время литургии. И проповедь, которая потом разъясняет людям услышанное. Вот потому те, кто понял, давайте выйдем и позаботимся о других так, как бы хотели, чтобы позаботились о нас. Я в завершении хочу призвать всех вас, братья и сестры, чтобы мы с вами не расслаблялись в плане помощи военным. Создается впечатление, и меня сегодня, подходя к храму, остановили две женщины. И одна спросила, батюшка, а что происходит? Люди так живут сейчас в тылу, как будто объявили победу. Никто даже помогать уже не хочет. Поначалу помогали, а теперь как-то подустали. Говорят, да уже устали от этого. И когда даже показывают о военных событиях, это переключите, уже неинтересно. Надоело. А там реально льется кровь. Там реально умирают наши братья и сестры. Там реально погибают военные. И это сегодня. Для нас в тылу, которые хотели бы, чтобы с нами, как бы поступили, если бы тебя призвали в армию, и ты бы сейчас был бы в этом окопе. В холодном. Ночь сегодня спали на постелях, а ребята спали в окопах. Чем он согрелся? Был ли у него утром чай горячий? И что у него вообще было сегодня утром? И вот если мы поймем, что мы не имеем права, христиане, оставлять в беде те, кто сегодня находится в этой беде, в нужде, в заботе, в молитве, вот тогда мы по-другому будем относиться и к плетению сетей. И, кстати, приглашу вас, кто, может быть, и плел, и подустал. Не уставайте. Там ребята не устают за нас воевать. А мы за них устали. Нам уже стало жалко что-то от себя отделить на фронт, чем-то помочь, каким-то лишним беспилотникам, лишними радиопередатчиками. То, что нужно на войне ребятам сейчас, и не все есть. Вот если бы мы это поняли, мы бы совсем по-другому жили и уже по-другому побеждали. Тысячи погибают наших русских ребят. Тысячи! Те, кто оттуда приходят, они эту правду знают, о которой по телевизору-то не передают. Нельзя, потому что здесь нужна стабильность и спокойствие, иначе люди будут волноваться, к смерти готовятся, молиться начнут, представляете, покупать перестанут. Совсем по-другому жить будут. Другим еще от своей картошки туда что-то отдадут. Вещи какие-то, денюжки какой-то заработаны. Еще туда что-то, еще придут, поплетут, чтобы к нам не прилетело то, что там сейчас взрывается. А мы этого до сих пор не поняли. Вот сегодня мы едем вечером провожать еще один отряд. 80 человек. Сегодня ночью уходит батальон. подготовленные ребята, это не мальчишки, это уже взрослые мужчины. И вот они попросили напутствовать их на фронт. Там уже нет неверующих. Все оставили и поехали Родину защищать. Вот такие есть у нас русские мужики. Мы сегодня после вечерней поедем туда, послужим, передадим кресики и, конечно, окропим водой и напутствуем ребят на веру. Потому что нет больше той любви, если кто положит душу свою за други свои. они идут за любовь. И я даже знаю, ко мне подошла одна женщина, она пятеро детей оставил и пошел защищать свою семью. А мы и наша задача, мобилизовавшись им помогать прежде всего молитвой, трудом, посильными пожертвованиями, вот тогда и будет за нами победа. Бодрствуйте и молитесь, да не внидите в напасть и всякий раз перед сном осените себя крестом и вспомните тех, которых сегодня пытают в плену, те, которые раненые сейчас в госпиталях, не спят от болящих ран, когда ты ложишься в свою постель, вспомни, перекрестись и скажи пред иконой Спасителя, Господи, спаси и помилуй тех, кто сегодня в госпиталях, кто раненый, кто сегодня в плену, с отрезанными руками, ногами, пальцами, там же издеваются над нашими ребятами, Господи, я не могу ничем им помочь, спаси их и помилуй. Пусть эта коротенькая молитва будет им во укрепление. И обязательно еще одну молитву вознесите. Упокой, Господи, всех, кто вот в эти минуты отдал свою жизнь за Родину, погиб. Сколько их там погибает, наших русских сыновей, пока здесь идут концерты, веселится публика и наполняет собой гипермаркеты. Вот мы должны, братья и сестры, это все понять. На том и закончим. С чего начали? И так во всем. Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо Бог благ к неблагодарным и злым. И будьте святы, как и Отец ваш Небесный свят есть. С праздником, с воскресным днем. И храни вас Господь, дорогие братья и сестры, на многое и благое лето.